Отлично. Все. Все подсоединились. Оля слышно? Слышно. Екатерина слышно? Да. Серафима? Да. Ариадна? Да. Сергей? Да. Антон? Слышно. Отлично. Итак, у нас не будет шестеро, но мы распределимся. Тем не менее, сегодня у нас именно шестеро. Итак, Оля, Катя, Серафима, какие у нас есть вопросы по письму о том, что вы делали дома? Значит, итого, даже если сейчас у вас этого нет, должно получиться шесть страниц написания в одну строчку знаков слоговой азбуки. То есть, всего порядка шесть страниц. А4. Что есть у вас? Оль? У меня в большой тетради есть три. Это за последние 20-го числа. 20-е, 21-е, 22-е, 23-е. На трех листах. Все остальное у меня в маленькой тетради и еще в одной, где я писала кучу раз, поэтому я даже это не считаю. Тогда надо перенести маленькую тетрадь, получается, в большую, наверное, да? Ну, в маленькой тетради я уже начала практическую часть записывать. И я не знаю, будет ли это как-то мешать. А тренироваться я могу в большой или это все равно нужно записывать в большой? Я думаю, это полезно иметь в одном месте, потому что потом вам захочется подсмотреть, когда вы столкнетесь, например, с чем-то, что вы забыли. Ну, я сам всегда подсматривал просто в своей тетради. Нету такой отдельной тренировочной тетради, отдельной тетради рабочей. Ну, тетрадь я уже приобрела, поэтому буду в одной писать. У меня единственный один вопрос возник по письму. Практическое значение знать то, что буквы, звуки в санскрите распределяются на заднеязычные, палатальные, зубные. Хорошо. То есть вы спрашиваете, зачем это нам нужно? Ну, да, то есть когда мы говорим на русском языке, мы же не отдаем себе отчет, что это сейчас мы глухой произносим, там, звонкий. То есть насколько это потом будет использоваться в правилах, либо не будет вообще? Хорошо, хорошо. Это будет использоваться в правилах, очень много будет использоваться. Значит, смотрите, действительно, да, в русском языке вы действительно можете знать, что кто-то глухой, а кто-то звонкий. Но при этом, кроме каких-то отдельных правил русского языка, вы этим в жизни не пользуетесь. Но, как я уже говорил, санскритский алфавит, то есть я имею в виду именно звуковую составляющую, то есть мы же не знаки письма упорядочиваем, а упорядочиваем звуки. А алфавит, в данном случае это как, имеется в виду звуковая составляющая, она в санскрите исключительно, ни в одном другом языке нет классификации звуков, какова она есть в санскрите. Почему? Да потому что все правила, тем более правила слияния звуков, а в санскрите это весьма важно, ни одно слово сразу нельзя прочесть. Надо найти, где это слово спрятано. Оно меняется, взаимоизменяется, соприкасаясь с другими. И когда оно взаимоизменяется, эти трансформации, мутации происходят на основе того, какой звук к какой группе относится. Поэтому этот квадрат, квадрат расположения согласных, собственно, сейчас это и попытаемся сделать в небольшом объеме, нужно заучивать просто наизусть. То есть писать такое количество раз, пока вы не начнете запоминать. То есть прям только вот этот квадрат, можно писать там вот страницу, две, в общем, нести... Антон и квадрат, точните, это квадрат... Смотрите, значит, Сергей, так как мы с вами, сорядно и с Антоном пройдем отдельно, первое занятие, то сейчас просто посмотрите внизу, внизу второй страницы, вы увидите с правой стороны согласные, выписанные в квадрат. А, транскрипции? А, нет, как раз в Деванагаре. На второй странице, да? Да, на второй странице. Внизу. Да, видите справа? Ариадна Антон, видно? Да, видно. Да, да, вижу. Вот, то есть, ввиду того, то есть как бы, нету лучших классификаторов в мире, чем индийские, то есть они ничего не могут принять просто так, то есть они все распределяют по полочкам. Поэтому еще во времена до составления регведы имеются трактаты, описывающие звучание санскрита. И для нас это важно, потому что это используется в правилах. То есть это не просто ради того, чтобы порадовать вас. И еще один вопрос остался. Значит, в учебнике Миллера и Кнауры, которое руководство к изучению санскрита, в квадрате буквы Джа и Джа определенным образом пропечатываются. Можно было бы как-то их изобразить, чтобы... А я сейчас пойду. Потому что они совсем ни на что не похожи. Я понял. Другими как мы писали. Поэтому, собственно, руководство к изучению санскрита Миллера, оно и полезно. Сейчас я думаю, как всем раздать файл хорошего качества. Но быстро я этого не сделаю. Сейчас я раздам тогда хотя бы плохого качества. Тогда подождем сейчас. Это важный вопрос. Спасибо. Спасибо. Это на какой странице? На 13-й. На 13-й. Я проще сказать, на 13-ю страницу отдельно выдам. Так будет быстрее. То есть я так понимаю, что эти прописания такое именно в печатном виде используются, да? И оно будет встречаться? Да-да, конечно. Оно будет встречаться во всех старых книгах. Ну, во всех старых книгах, изданных в Европе, скорее всего. Так. Речь идет именно про транслитерацию, так? Не поняла это слово. Мне не знакомо. Я, когда я говорю слово Деванагари, имеется в виду индийское письмо. То есть закорючки. Непонятные. Когда я говорю транслитерация, я в ней введу латиницу. Я поняла. Латиницу записанную с диакритиками. То есть с надстрочными и подстрочными знаками. Вы имеете в виду именно латиницу, да? Нет, я имею в виду Деванагари. Деванагари. На тринадцатой странице в руководстве я вижу у себя лишь транслитерацию. Надо понять, куда я не туда смотрю. Ага, так. Нет. Передненёвные африкаты звуки джа и джа пишутся особым образом. Хорошо. Для начала мне нужно понять. Смотрите, вы говорите тринадцатая страница. На тринадцатую страницу я покажу просто. Давайте попробуем так. Я открыл тринадцатую страницу и там другое. Так, что-то меня подтормаживает. Но ничего, ничего. Сейчас, если не дождёмся, просто сделаем какую-то другую хитрость. Ага, это не тринадцатую. Ага, вы имеете в виду, я понял. Тринадцатую, угу. Вы посмотрите сверху, там нумерация, это первая страница, согласно нумерации самой книги. Да, это первая страница. Я поняла. Я понял, где вы находитесь, всё. Видно, видно, да? Видно, конечно. Итак, тогда я сейчас раздам эту страничку, чтобы всем было понятно. То есть, когда меня учили, значит, учили меня, собственно, по двум учебникам. По учебнику Кочергиной и по руководству к изучению санскрита. А других просто тогда наличия не было, и поэтому, собственно, по ним не учили. Вот и вот всё. В папку, где лежат файлы с прописями, я скопировал файл, который называется miller and knower 1891 001 то есть если вы нажмете f5 внутри папки она должна обновиться если она не обновилась уже автоматически то есть о какой папке я говорю сейчас я повторю ссылку ссылка на папку а в ней тиф файл miller и knower так да есть есть да так все ли увидели да 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 опускаемся ниже опускаемся к тип таблички и вторая строчка внутри таблички Второй столбик Там J и J. Смотрите, на самом деле В этой таблице есть одна неточность Не скажу ошибка, но неточность Итак, смотрите Как мы уже говорили Любой один знак по отдельности В Деванагаре Это слог Что такое слог? Слог это согласное плюс А кратное Следовательно, если Стоит К То оно и будет К И некорректно записывать его Как К Вместо К записано К Видите в таблице? Вместо Ч записано Ч Понимаете, о чем я говорю, нет? Еще раз На второй странице Вот в этом столбе Квадратики Или это вот Или на этой странице Которую сейчас выставить? На этой странице Внутри таблицы Есть Есть вот этот Собственно квадрат Расписанный только не в виде квадрата А в виде прямоугольника Ну вот здесь вот носовые звуки Да Вот именно оно То есть внутри квадрата у нас только знаки Деванагаре А здесь Внутри книги Внутри Миллера Эти знаки Снабжены еще транскрипцией Транслитерацией Итак Если бы мы хотели изобразить звук К Чистый звук К Без 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 Безгласный Который по умолчанию Там присутствует Мы должны были бы добавить Дополнительный знак От К Называется он Вирама Это такая наклонная черта Мы еще до нее не дошли Но Имейте ввиду Что Если вы хотите Деванагаре Изобразить Отдельно стоящий Согласный звук Как это сделано в Миллере То по всей Правде Вы должны Этот самый Графический знак Как-то ограничить Потому что Если этого не сделать Он будет полноценным То есть Ка-ха Га-га Нга Понятно о чем я говорю? Понятно Вообще ничего не понятно Понятно То есть здесь на самом деле Есть некоторая неточность Вот Но тем не менее Итак Нас интересует Вторая строчка Внутри этой таблицы Второй столбик Звонкие Все ли туда смотрят? На учебнике Или на скане? Значит Ввиду того Что учебник Пока есть не у всех Смотрим на скане Ну я понял На скане То же самое Только с транслитерацией На скане То же самое Что в книге Значит То что я писал От руки На прошлом занятии Это компактный способ Записи таблицы Здесь Более развернутый А на скане Напомните Какая страница? Вторая страница Второй столбик Глухие С придыханием Звонкие Звонкие Переднебные Сергей Что вас смущает? Смотрите Открываем Значит Файл Миллер Открыть Да Значит Пункт Б Согласные Б Согласные Вижу Второй Подраздел Переднебные Африкаты Да Звонкие Смотрим Столбик Звонкие Смотрим Видите Итак Перед нами Ча 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 Итак Екатерина Если я уже не путаюсь Нет Оля Нет Екатерина Спросила Как Что это такое Потому что То что она Видит Это не то Что мы проходили Нет Это Оля Спросила Оля Спросила Я спросила Будут ли эти Использоваться Знаки В литературе Потому что Читать нам придется Буквы мы эти не знаем Будут использоваться Что касается Ча И Чха На самом деле Это то Собственно О чем я вам говорил На прошлом занятии Что тот Кто пытается Подражать Печатным Шрифтам Тот Терпит поражение Потому что Повторить То что Сделано Здесь В печатной Форме Невозможно То есть На самом деле Это просто Стилизация Того же Ча Который Записан у нас В частности Просто Сделано Это Не в виде Резких Прямых Линии А Более Плавно Если Обратить Внимание То Ча Здесь На самом деле Имеет Некоторые Крючок В начале То есть Некоторые Полумесяц Которые Потом Цепляются На Верхнюю Струну Линию На верхнюю Струну Да То есть Принцип Соблюден Здесь Художественно Обработан А что Касается Ча То 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 Это Ча Не похоже Ни Одну Из Наших Трех И Ну Она Скорее Похожа Тогда На К Если Вы Обратите Внимание Как Выглядит К В Печатном Виде И Как Выглядит Джа То Вот Они Скорее Похожи Друг На Друга Ну Закорючка Разная Да Закорючка Слева Разная То есть Как бы Закорючка Которая Слева От К Это На Сам Дель Просто Эллипсис Которые Справа Более Сплюснут А Ну Некоторые Художественные Некоторые Художественные Произвол Но Повторим Так Не Должно Быть Да Нет Почему В Печатных Книгах Так Будет Значит Что Такое Печатные Книга За Последние 200 Лет В Санскритских Книгах Используются Две Разновидности Шрифтов Одни Шрифты Это Продолжение Шрифта Который Был Изобретен В Германии В 1830 Году Примерно Точнее Да И Он Собственно Похож На тот Шрифт Который Используется В Миллере Этот Шрифт Будет Встречаться В Добротных Изданиях То есть Там Где К Санскриту Относились С любовью После 1920 Года Этот Шрифт Уже Не Используется Потому Что Он Был Создан Для Глубокой Печати Что Такое Глубокая Печать Понимаете Нет Не Совсем Не Так Раньше Книги Если Вы Возьмете В руку Старую Книгу Она Будет Рельефная То есть Если Проведете Пальцем Пуковки С одной Стороны Вдавленные С другой Стороны Выдавленные Понятно В издательстве Наука Последний Подобный Станок Разобрали В 1989 Году 1989 Году То есть Таких Книг Напечатанных Глубокой Печатью В принципе У нас В России Больше Нет Да не только В России Но в частности У нас Больше Нет Итак Этот Шрифт Который Мы видим В Миллере Был создан Для глубокой Печати И после 1930 Года И уже У нас Никто Не пользовался Он был Скорее всего Утерян Сам Шрифт Мне удалось Восстановить Поэтому Одна из книг Которая Сейчас Печатается Будет Напечатана Им Для того Чтобы Собственно Не прерывалась Некоторая Традиция И более Того Это имеет Большое Практическое Значение Потому что Большое Количество Индийских Книг Собственно Есть Ответление Этого Шрифта На Индийский Манер Там Есть Своё Своебразие Но Шрифт Который Используется В Миллере Который Я условно Называю Немецким Вот Эта Разновенность Деванагари Она Очень Важна Поэтому Если Учить Деванагари По изданию Учебника Кочергиной 2015 Года То есть По тому Самому Современному И единственному Которые Сейчас Есть В продаже Там Всего Этого Нет То есть Это Было Унифицировано Там Этого Нет Это Было Во всех Предыдущих Изданиях Сейчас Этого Нет Почему Это Было В предыдущих Изданиях Учебника Кочергиной Потому Что Он Был Набран Не На Компьютере Не На Печатном Станке Он Был Создан Литографическим Способом То Есть Как Ксерокс Это Было Лоскутное Одеяло Были Взяли Старые Книги И Из Разных Книг Скопировали Нужные Отрывки Понятно У этого Были Свои Недостатки Где-то Был Мелкий Кекель Где-то Было Сильно Неразборчиво Стерлось Но В целом Это Имело Ряд Плюсов Потому Что Человек Был Готов Для Чтения Разных Книг Потому Что Если После Подготовки По Современному Последнему Лучшему Потому Что В Последнем Издании Всего 250 Опечаток Это Самый Чистый Учебник Кочевиной Какой Когда-либо Был Издан В Последнем Издании Человек Видит Чериф Деванагри Который Не имеет Никакое Отношение К тому Что Он Будет Видеть В Книг И Это Может Смущать Более Того Это Смущает Зачем Тогда Мы Его Используем Давайте Старый Используем Мы Его Используем Потому Что Мы Не Не боимся Трудностей Ну Хорошо Ну То есть На самом Деле Есть Просто Какое-то Количество Знаков Которые Нужно Запомнить В Нескольких Начертаниях То есть Многое Повторяется Все Не Настолько Плохо Но Если Исходить Из Учебника Кочерпиной Как Самостоятельные Законченные Единицы То Этого Недостаточно То есть Как Открой Настоящую Книгу А не Учебник Вам Станет Плохо Потому Что Вы поймете Что Вы Даже Читать Толком Не Можете Итак Поэтому Джа Иджга Которые У Нас В Миллере Джа Это Просто Художественная Стилизация На тему Нашего Женописания А Джа Ну Вот Это Печатный Вариант Который Воспроизвести Пожалуй Пожалуй Нет Возможности Он Мало Похож Он Больше Всего Похож На Первое Начертание Но И То Весьма Натянуто Какие Еще Знаки Вам Кажется Неузнаваемыми Давайте Так Серафима Катя Оля Из Этой Таблицы Миллера На что Вы Смотрите И Смотрите Как Впервые У меня Нет Вопрос Нет В основном Коже Все Так Третий Голос Да Вроде Все Узнаваемо Узнаваемо Да Узнаваемо Узнаваемо Понятно Да Да Церебральное Что такое Церебральное Церебральное Это с точкой Под Там где Стоит Точка Под Согласным Это Церебральное Ну да Узнаваемо Узнаваемо Здорово Такая Спираль Что Да Спираль Такая То есть Мы писали С такой С петелькой А здесь Спираль Ну Понятно Чуть Побольше Петелька Ну да Получается Петелька Побольше Она Получается Спиралеобразная Да Видите Что Здесь Используется На То есть Церебральное На Именно Именно Начертание Именно Древнее Начертание Используемое На Севере Индии Которое Похоже На На Зубки Там Это Н С точечкой Внизу Да Н С точечкой Внизу Это Вот Церебральное Н Значит Язык Заворачиваем В трубочку И поднимаем К верхнему Небу На На Л А Получается Если Вы Завернико-Черегиной Но У вас Наверное Еще Ни у Кого Нет На Руках Да Нет Еще Так Вот Вы Увидите Что В книге Используется Современное Начертание Которого Наоборот Здесь Вообще Нет Здесь Есть Старое А Там Здесь Нового Нет Старого Из Интересного Здесь Что Итак Я надеюсь Вы уже Поняли Что Разница Между 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 Ба Ба Значит Губной Звук Ба Звонкий Использует Тот же Элемент Эллипсиса Что И К И К Да Видите Как бы Повторяется То есть Некоторые Элементы В письме Они Используются В нескольких Знаках Из того Что я Увидел Из ваших Записей Прописей У меня Есть Несколько Дополнений Значит Базовая Структура Любого Знака Деванагари Это Квадрат То есть Его Можно Вписать В квадрат Но Не каждый Знак Необходимо Растягивать По Всей Ширине В частности Когда Мы Пишем К Глухое Задненебное Или На Зубное Звонко Точнее Зубное Носовое Его Не нужно Растягивать То есть Если Средняя Палка Будет Такой Ширине Ширины Как И Палубная Линия Сверху То Это Слишком Широко Это Непропорционально То есть Я Это Не Оговорил Ну вот Видите Над Каждым Знаком В Таблице Есть Черта Для Того Чтобы Ее Отграничить Разграничить От Остальных Черточек А их Бесконечное Количество Я Условно Называю Ее Палубной Ясно Например Если Ча Можно Растянуть Во Всю Ширину То Например Джа Или На Растягивать Не следует Оля Катя Серафима Понятно О чем Я Говорю Да Да Понятно Для меня Не просто У меня Уже Сложилась Некоторая Привычка Да Я Понимаю У вас Сложнее Всего На самом Деле Это Обязательно Не Вписывать Или Можно Все Таки Вписывать И Дальше Не Заморачивать Нет Все Таки Нужно Заморачиваться Потому Что Иначе Дальше У вас Получатся Непропорциональные Знаки Нам же Нужно Чтобы Когда Вы Попадете В Индию Чтобы Вас Сразу Поняли Что Вы Белый И Как Это Потому Что Мы В квадрат Вписываем Букву На Ну Наоборот Мы Чуть Уже Делаем Чуть Уже Делаем Посерединке Если Палубная Линия Она Почти Занимает Всю Ширину То То Ж Самое Смотрите Внутри Ча Если Давайте Откроем Все Первую Страницу Скана Моего И Посмотрим На Ча Так Все Понимают Что Так Ча Ча Это Значально Латинскими Буквами Записанный Вот Такой Тх А Ча 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 Как Как Слово Magic Такое Ча Ряд Три Это Вторая За скобками Вторая Нет Она Получается Смотрите Палатальный Ряд То есть Можете Смотреть По Таблице Миллера Палатальный Ряд Да Можете Смотреть По Таблице Миллера В Палатальном Ряду Первый Звук Красным Шрифтом Который Написан Текст Красным Шрифтом Написан Текст Можно И там Там Это Находится Там Это Находится Один Два Три Четыре Пять Шестая Срочка Сверху Первый Столбик Ча Ча Я смотрю Выходит За квадрат Почти Везде она не выходит из квадрата. Ча. Палатальный звук, вторая строчка, Ча. Ну, вторая строчка, в смысле, это где у вас? А вообще, она идет первая строчка. Вторая строчка, это Ча. Мы просто Че, да? Да, 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 да. Три, там три фраза написано. Получается три буквы. Вот применение на Ча, которая первая. И вот тут эта палубная черта, она... Она по всей ширине почти, но, что важно, обратите внимание, что палка, на которой все это держится, вертикальная палка, она не начинается с правого края. Она начинается... Если клеточку разделить на три части, она начинается на второй линии. То есть, если клеточку разбить на три части, она начинается на второй. То есть, а отступ, справа есть отступ. Понятно о чем я говорил? Угу. А надо, получается, не растягивать палубную черту на всю... Нет, палубную, наоборот, пока мы пишем их по отдельности, растягивать надо. Не надо растягивать то, что идет слева, посередине, то есть, как бы, базовый, характерный элемент. То есть, у каждого знака для ванадыря есть свой характерный элемент. И его важно писать пропорционально. Итак, это такая небольшая горизонтальная черточка, а от нее отходит крючок. Так вот, длина этого крючка не должна быть во всю ширину клетки. Понятно? Потому что, если вы напишете горизонтальную линию сильно далеко в бок, в сторону, ближе к краю клетки, то крючок у вас получится непропорционально большой. Понятно, нет? Да. Примерно да. Понятно? Речь идет о горизонтальной маленькой черте. Да. То есть, как бы, я обратил внимание, то есть, я вам покажу сейчас, куда мы все можем посмотреть, собственно, о чем я говорю. Сейчас уже можно сказать, речь идет о том, что в прошлый раз я дал задание написать, и все честно написали, и я высказал свои замечания. Итак, если мы откроем ссылку и опустимся до записи 19 октября, это чуть ниже, мы увидим несколько страниц сканов и фотографий. Вот вы можете увидеть, я подчеркнул те варианты, которые мне нравятся больше всего, но вот в случае, например, с Серефимой есть одна сложность. Она уже научена давно, пользуется Деванагри постоянно, и при этом есть какие-то вещи, которые, ну, с точки зрения чистоты письма, у меня вызывают вопросы. А мы сейчас открываем ВКонтакте какую-то ссылку. Да, у всех ли открылась? Да. Екатерина? Да. Отлично, смотрите, у меня есть несколько замечаний. Ну, здесь сложно понять иногда, какая строчка относится к чему именно, но тем не менее. Так, с левой стороны четвёртый. ГАГА. ГАГА – это буковка Г и придыхание. ГАГА. 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 Г подскользнулась и упала так писать ее не надо троечка должна стоять то есть понятно какую ошибку допустить это расценивается как ошибка то есть на письме вас вероятнее всего поймут но смотрите последнее начертание она даже получилась непропорционально широким видите серафима получена национально широким понятно да видно то есть как только мы отклоняемся от клеток или отклоняемся от каких-то базовых правил написания характерных элементов знака нарушается симметрия часть нечто среднее дальше поехали следующий звук это 5-ый ангар это н с черточкой прямой черточкой над н смотрим смотрим все тоже серафиму только на строчку ниже значит смотрите там где у нее сверху маленький маленькая петля а снизу большой хвост все здорово все правильно но обратите внимание иногда у нее . пляшет иногда она справа иногда внутри внутри маленькой петельки так да она не должна быть ни внутри петельки ни справа она должна быть в том месте где у петельки рот она должна быть чуть правее ну то есть не внутри но и не и не где-то наверху а вот как Так, собственно, в начертании, наверное, в третьем и четвертом. В начертании в третьем и четвертом точка должна находиться. Но, посмотрите, здесь важно соблюсти соотношение верхней петельки и нижнего хвоста. В последнем начертании, в последней строчке нарушено соотношение. Верхняя петелька больше, чем ей нужно. Будьте относительно нижним. Тут нужно быть внимательным. Поехали дальше. По лотальнику, то есть тоже ча, который мы смотрели в книге, смотрим сейчас на письме. То есть, когда вы видите второе начертание Серафимы, вы должны вспотеть. Потому что это нарушение пропорции. Такое же грубое нарушение, как, например, последнее ГАГА. Это слишком, это чересчур широко. Она использует хитрость, которую вам не советую, но знать можете. Видите, она не с середины черточки опускает крючок, а как бы крючок есть продолжение ее черточки. Видно, да? Да. То есть, так тоже можно. В Индии на письме так пишут, но для правильности все же советую вам писать с... Как бы отдельно черточку, отдельно крючок. А тут как бы одним... Одним махом пера. Так тоже можно. Но... Отначально не советую. Дальше. Что касается... Джа. Это, собственно, у нас четвертый полотальный, который мы уже вот сегодня в книге смотрели. Но вот в книге там совершенно... Он достаточно сильно отличается. У Серафимы он записан как буква английская D, как в слове... Talk. Джа, как в слове... Generate. Понятно, о чем я говорю, да? О каком месте? Понятно? Да. В каком слове еще раз? Напишите его. Серафима использует как параллельную транслитерацию. Будем учиться у нее тоже. Итак, так тоже можно. Джа. Но на самом деле это просто Ча. Но произносит... Серафима записала скорее произношение. То есть транскрипция. Но когда пишется транскрипция, тогда она всегда пишется внутри квадратных скобок. А если квадратных скобок нет, то используется транслитерация. Транслитерация это что-то приблизительное. То есть не совершенно точно передающие все особенности, а приблизительное. Вот для записи санскрита латинскими буквами используется транслитерация, то есть нечто приблизительное. А когда уже мы хотим записать точное произношение какого-то звука, мы используем транскрипцию. Но транскрипция всегда внутри квадратных скобок. Как в английском языке, как в словаре английского языка, например. Если вы откройте любую страницу, там будет слово записано, собственно, само слово, и будут квадратные скобки, и как оно произносится. Серафима, понятно, о чём идёт речь? Да. То есть как бы есть какие-то правила, которые облегчают себе жизнь, которых я вам советую придерживаться. Итак, джа. Все ли мы смотрим на джа? Да. Рядно? Да. Четвёртое, да? Оно получается четвёртое, просто плохо видно, потому что слева там серое вещество заполняет страницу. Итак, джа, опять же, получается непропорциональным. Тот полумесяц, который должен быть слева, а теперь открываем первую страницу моего скана, прописи Деванагари, которые, собственно, мы проходили на прошлом занятии, те, кто проходил. Открываем первую страницу и ищем там джа. А вот какой из ваших джа больше всего соответствует правильному написанию? А, собственно, там только одно джа у нас есть. Джа одно. Джа несколько, а джа одно. А, какой из моих? По-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка? Первая. То есть, самая узкая. Самая узкая, потому что во втором и третьем у меня слишком маленький полумесяц. Третье получается достаточно неплохое, только у меня сильно низко опустилась средняя линия. То есть на самом деле сейчас я возьму и запишу заново и покажу. И покажу. Итак, в квадрате я написал неправильное соотношение пропорций, то есть средняя линия слишком широкая. Средняя слишком широкая, здесь более правильная, то есть средняя должна быть коротенькая, полумесяц должен быть достаточно крупным, его можно чуть мельче, как внутри квадрата, можно покрупнее, но важно, чтобы средняя линия не растягивалась на всю ширину. На всю ширину ее растягивать категорически нельзя. Мы сейчас про какую говорим? Про джам. Раджа в моих прописях это полотальный третий. Понятно. И здесь мы про какую линию говорим? А мы говорим про среднюю, которая соединяет полумесяц и базовую вертикальную линию. Мы говорим вот про среднюю линию. Она не может быть такой же ширины, как соответствующая ей палубная линия. Она должна быть короче, как вот, собственно, здесь. Палубная широкая, это, ну, две трети ее. И более. То есть из тех вариантов, которые у меня в прописях, по пропорции, пожалуй, третий вариант. Но я опустил слишком низко, опустил слишком низко, надо поднимать на середину. Ну, собственно, вот из моих вариантов, джа последний был бы хорош, но самопалка, сам полумесяц непропорционально большой всему знаку. Понятно? Да. На третьем варианте. Слева. Как в последнем варианте. Как в джа, вот из моих вариантов, как джа последняя. Последний вариант. Хорош, но вот полумесяц непропорционально большой. А полумесяц должен касаться нижней части квадрата? Нет, как раз я хочу сказать, что он этого не должен делать. Он, когда висит посередине, он ничего не касается, остается такое же пространство под ним, как над чертой. То есть, пустота вокруг полумесяца одинаковая, что снизу, что под. Он ничего не касается. А бывает тут еще такое, как бы, серпообразное. То есть, не круг, а как серп, как бы. Да, серп. Но действительно, бывает как серп, но все равно пропорцию надо соблюдать. То есть, тут не столь существенно. Это будет пол... Что такое серп? Сейчас покажу. Значит, о чем говорит Серафим. Это действительно такое, часто бывает. Это совершенно нормальное написание. Рукописное, современное написание. То есть, может быть, вообще вот такое, как клешня вот такая. Видно? Да. Собственно, у Серафима и представлена разновидность клешни. Клешня может быть больше, может быть, меньше. Это не ошибка. Это разновидность написания. Но полезно его знать. Но на письме часто оно будет встречаться. Его полезно знать. Но нам при написании писать серпообразной клешнёй нет необходимости. Поехали дальше. Чем нас Серафима ещё порадует? Итак, церебральное ТА. То есть, видите ли, о чем речь? То есть, Т с точечкой под Т. ТА. Мы что смотрим сейчас? Смотрим запись Серафима. И это какая строка? Тут сложно посчитать, потому что сливаются четвёртая снизу и третья снизу, смотря как считать. ТА. Церебральное ТА. ТА. Церебральное ТА. То есть, первое, после заголовка. Итак. Хвост этой ТА должен лежать на линии. Хвост лежит на линии. Точнее, основная часть хвоста лежит на линии, а кончик хвоста опускается ниже. На линии квадрата? На линии клетки, да. Открываем мои варианты. Собственно, страницу первую. И третья строка снизу. Это вот моя равновидность ТА церебрального. И вот третье начертание. Смотрим. Есть клетка. Хвост лежит на клетке. А кончик хвоста приспущен. Понятно? Понятно. Да. Да? Угу. То есть, Серафим, просто я подчеркнул этот вариант, но на самом деле у вас непонятно, она лежит на... Или не лежит. То есть, или она подвешена в воздухе. Понимаете, да? Угу. Чтобы мы одни знаки не путались с другим, у них должны быть какие-то отличительные признаки. Это один из отличительных признаков. А с чем его можно спутать? С коровеньки. С чем, простите? Сергей, очень скоро увидите. Его можно перепутать, например, с ТХА, с тем же звуком, который с придыханием. То есть, ТА, ТХА. А, ну тут хвостик, хвостик, нет, нет. Тут хвостик задран вверх. Но если плохо задрать хвостик вверх, у ТХА, или плохо опустить у ТА, получится одно и тоже. Понятно. То есть, нужно принимать меры безопасности. Но в печатных изданиях этого не будет. А в печатных изданиях частенько какой-то знак не пропечатан, Сергей. Если мы говорим о старых книгах, то есть о книгах глубокой печати, или о книгах, издаваемых в Индии, то вы должны учитывать, что качество печати порой может быть весьма низким. Поэтому в индийских книгах часто вместо одного знака стоит клякса. И если вы не будете знать все характерные элементы, всех знаков, вы из этой кляксы никогда не узнаете, что там было написано. Очень часто в индийских книгах качество печати такое. Я это называю напечатано ногами. То есть, очень низкое качество, все совсем слипается, и надо иметь какой-то путеводитель, как расшифровывать эту полиографическую запись. А в европейских изданиях бывает просто, что знак не пропечатался, и у вас там стоит какая-то одна черточка, и по ней надо узнать, что это. Если вы не будете знать таких вот подсказок, то вы не разберетесь. Итак, та от ха отличается тем, что у одной хвостик вниз чуть-чуть, а у другой хвостик, наоборот, вверх, почти, не закрывая круг, почти до круга. Значит, открываем запись Серафима. С левой стороны, в самом низу, на церебральное, видим два начертания. Сверху, красным подчеркнуто, южное начертание, это получается такая петелька и палочка, видите, да? Это какая строка, это, получается, вторая строка снизу. Да, церебральная. Да, церебральная, да. Ага, с правой стороны, в углу там. Сверху южное начертание, к нему у меня комментариев нет, пропорция соблюдена. Хотя, 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 сама петелька и вертикальная линия, они обычно находятся чуть ближе друг к другу. То есть промежуток не равен тому той пустоте, которая внутри крючка. Понятно, нет? Да. То есть здесь можно их компактнее. Потому что, если вы посмотрите, этот знак, опять же, не вписывается в клетку, да? У Серафимы часто знаки по ширине не вписываются в клетку. Они на треть шире. А должны вписываться. А должны вписываться. Поэтому и промежуток между петелькой и вертикальной линией, он увеличен. На письме у вас не будет столько места. Если вы возьмете индийские рукописи, то есть не печатные книги, а рукописи, вы найдете, что там экономится каждый миллиметр. И таких вольностей, как разрастание по ширине, в принципе, быть не может. Потому что это самая базовая постановка. Используются разные хитрости, лигатуры, то есть сложные знаки. Там, где больше одной согласны, то есть две, три согласны и встретились вместе. Они чаще вырастают вниз. То есть вертикально. И чтобы не занимать больше места по ширине. Поэтому это базовая установка. Ее нельзя нарушать. Итак, в сверху показано южное, бомбейское начертание. А справа есть, что я называю, зуб кита. Так вот, средняя линия в этом начертании, в книгах, ну и на письме, может сокращаться. Необязательно писать донизу. То есть если вы посмотрите чуть левее, там виден знак, когда вот две вертикальные линии, они одинаковые длинны. Видно? А можно сокращать, правильно? А можно среднюю сокращать. Потому что в книгах как раз вы будете видеть вариант средней сокращенной. Более того, частенько добавляется диагнальная линия, которая перечеркивает этот знак посередине. То есть слева от верхнего левого угла до правого нижнего идет еще диагнальная линия. Она не должна вас пугать. То есть это тот же знак, только художественно обработанный. С левого угла, да? С левого верхнего угла до правого нижнего. А зачем столько вариантов? Если там и с диагональю, и с короткой, и я смотрю, если южная там вообще без средней черточки? Значит, как раз, как раз, как раз, как раз... Да, южная вообще без средней черточки, она получается просто построена по совершенно другому принципу. Они там более ленивые, да, просто на них? Сложно сказать. Там харка. Там некогда писать такие художества. Традиция такова, что первые типографии в Индии, они были в Калькутте. И Калькутте, это север. Это север, север. Следовательно, были взяты за основу какие-то особенности, которые встречаются исключительно на север. То есть, для человека, индуса, который владеет, дэвана, точнее, ну скажем, языком маратхи, для которого деванагари в современной форме, это его родное письмо, он не может разобрать лигатуры определенные, которые написаны с северным начертанием. То есть, древним начертанием. Он попросту не может их прочитать. Почему их так много? Индия большая страна, получается, параллельно с этим севером, начинала развиваться книгопечатание на юге. То есть, в Бомбее. И брахманы из семейств маратхи решили, чем мы хуже, внесем свою лептуру. И каждый надо писать по-своему, получается. Ну, как бы у каждого свои традиции. И вот эти традиции сошлись в одном месте. И нам нужно знать и юг, и север. Потому что где-то тот, где-то другой. Если вы будете знать только север, вы сможете прочитать половину книг. Юг, другую половину. Это же неполноценно. То есть, беда в том, что ни на русском языке, ни на английском языке эти начертания не описаны. Поэтому негде это подсмотреть. Кроме учебника Кочергиной. В учебнике Кочергиной это тоже полностью не описано. Это основывается на ее учебнике. Но если вы откроете страницу... Страницу, страницу, страницу... Воскройте 16-ю страницу учебника Кочергиной. Вы увидите, что там тоже представлены не все варианты. Итак, поехали дальше. Мы разобрали левую половинку страницы Серафима. А теперь переходим к правой половине. Открыли? Угу. Угу. Да. Так. Зубные. Зубные. Зубное ТА. Оно таковое же, как и в русском языке. То есть ТА, ТА. Ничего особенного. Характерная черта ТА не должна быть слишком крючкообразной. То есть она должна быть в некоторой степени квадратной. Понятно ли, о чем я говорю? Угу. Но он и не должен быть настолько квадратным, как, например, последнее начертание. Видите? Угу. Что получается, когда пишем чистый квадрат? Оно тоже получается не похоже. То есть средний вариант между эллипсоидным завитком и квадратом есть оптимальное решение. А когда мы вниз заворачиваем, он по дугам 45 градусов идет? Нет. Нет. Вот 47, точнее 45 градусов, это в четвертом начертании. Видите? Угу. Это слишком резко. Резко, да? Здесь где-то 37,5. Серафима, понятно, о чем речь? Да. Вот как бы наш основной объект с пятики. Надеюсь, не обижайтесь. Нет, очень хорошо. Тихо, ты приехали ниже. Тихо. ТХА, то есть Т, зубное с придыханием. Итак, все попытаемся это произнести, даже те, кто еще ни разу не пытается. Не просто ХА. ТХА. ТХА. Итак, одновременно я говорю ТХА, вы через секунду повторяете. Пытаемся все вместе. Итак, ТХА. 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 Счастливый. Тут пришлось сложным. ТХА. При написании ТХА, видите, слева бывает иногда Серафима делает такой острый наконечник. Острый угол. Ага. Это ничему не противоречит. Есть такая манера письма. Но вам советую слегка закруглять. Например, как в четвертом, как в пятом начертании слегка закруглять. Что мы закругляем еще раз? Закругляем пузо, пузо этого знака, который уходит налево. Вот мы начинаем этот знак с такого полукружка, с кружка, и опускаемся вниз. И вот мы опускаемся вниз и уходим налево. И заострение. И вот это подчеркнутое красным, это хорошо? Но это лучше всего. Это еще не хорошо, это лучше всего. Все равно из чего-то нужно выбирать, поэтому это лучше всего. Итак, мы видим, что в подчеркнутом варианте нету резкого пузо. Оно очень острое, но не резкое. Вот у вас на вашей прописи, вот такой с мягким пузом. Там правильная лица? Сейчас посмотрю. Угу. Кружочек обведено. Да. На прописях, там где обведено кружочком, там достаточно гармоничный вариант. Особенно второй. То есть, четвертый справа. Угу. Извините, пожалуйста, Маркес, а где ваши прописи? Итак, прописи. Значит, еще раз даю ссылку. Открываем. Это первая страница. Открываем эту ссылку. И в ней есть файл 001 Devonagheri. Ну, прямо сейчас вам нужно открыть 002 Devonagheri. Открываем. 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 0-002 Devonagheri. Да. Ха. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая строка сверху. Открыли или нет? Да. Да-да. Это, Ариадна, вы не могли найти, да? Нашли сейчас? Почему? Я нашла. Это не я. А! Серафима. Ладно. Нашли? Да, и какой тут вариант? И, значит, четвертый справа, который почти обведен. Четвертый справа, там идет, достаточно гармонично. Марцис, а верхнюю линию можно не всю рисовать полностью, а только на вертикальной палочке? Что касается тха, ну, сейчас я... Собрать вам одну секундочку. Здесь пишем сплошняком. То есть здесь я уже не помню, почему я там оставил пробел. На тха пишем полностью. Палубная черта на всю длину квадратных. Правильно? Прошу повторить. Палубная черта на всю длину квадратных. Да, так точно. Так точно. Если вы посмотрите, вот в чем в очередной раз, ну, не скажу ошибка, особенность письма Серафимы. Нарушая пропорции по ширине, у него расползается сам знак. И получается, вместо того, чтобы занимать отведенное им, там, три миллиметра по ширине, он занимает уже пять миллиметров по ширине. То есть, если вы заметили, Серафима, и это вполне приветствуется, и вы тоже так можете делать, пишет не внутри одной клетки, а она забирает четыре клетки. То есть, четыре, как будто бы она одна. Понятно, о чем я говорю? Угу. То есть, можно писать более крупно. Не обязательно мельчить по началу, чтобы было видно какие-то ошибки или, наоборот, насколько вы красиво написали. Можно писать крупнее, но обязательно соблюдать пропорцию. Она может отличаться, она не будет всегда одной и той же, но общие правила нужно соблюдать. И еще одна вещь, возвращаясь на левую половинку страницы, к ГА. Саднее, физичное, третье ГА. Как в слове ГА, ЧА, СЛОН. Видите, иногда левая короткая ветерка закругляется. Угу. Так тоже можно. То есть, она не обязательно должна быть холостой. Угу. То есть, если вы обратите внимание, частенько все, что может закруглиться, закругляется. Пример, в... 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 В прошлый раз, я уже не помню, кто меня спрашивал, значит, куда должна смотреть петля. Налево или направо. В... 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 Д с придыханием. ДАГА. ДАГА. И тут мы видим ту же ошибку, что и в какой букве? ГХА. ГХА. И в чём заключается ошибка? Горизонтальность. Горизонтальность. Сироко. Слишком широко. Из-за того, что Серафима отклоняется от клеток, знак получился слишком широкий. И тройка получилась. Она лежит. Она лежать не должна. Самыми близкими является первое начертание. То есть, на самом деле, ни одно из начертаний не является правильным. Они все неправильны. Но здесь, обратите внимание, палубная линия прерывается. Прерывается. И, собственно, зубное НА. То есть, собственно, почему я обратил вначале внимание на то, что характерная черта в середине знака не должна быть той же ширины, что и палубной линии. И, более того, не должна быть шириной её никогда. Ни при каких обстоятельствах. Даже если очень хочется. То есть, с точки зрения палубной линии пропорции, ни один из этих знаков не является правильным. То есть, палубная черта такой же должен линии, как и средняя строчка с завитком. Средняя строчка с завитком должна быть короче по ширине. Короче. В половину примерно, да? Ну, в половину. Да, пожалуй, в половину. Или две трети. Помимо завитка в НА может быть кружок. То есть, тут не ограничивается. В печатных вариантах будет именно кружок. Но, если хотите, можете писать, как Серафима, в виде завитка. Я сам пишу в виде кружка. Меня так учили. Губные звуки. Что такое губные звуки? Это означает, что в их образовании участвуют губы. То есть, поток речи расчленяется губами. То есть, ба-бха-ба-бха-ма. Так, ба. Ба должна быть достаточно квадратной. Вообще, по своему написанию, она... Она похожа на бха-ма. То есть, посмотрите, тот же... Та же квадратность, да? Видите? Бха-има в губных. Да. Па-бха-бха-ма. То есть, все, кроме ба, здесь немножко квадратные. И таковыми они и должны быть. То есть, например... Второе написание по Серафиму, это рукописное написание. Да, такое в письме вы будете находить. Тем более, если будет писать индус. Но для вас важно знать, что оно все-таки должно быть более квадратным. Поэтому последнее и предпоследнее написание Серафимы, оно более правильное. Но ввиду несоблюдения ею пропорции, оно тоже получается слишком расплюснуто, слишком широко. Что касается пха. Собственно, пха от па отличается чем? Хвостиком справа. Хвостиком. Так вот, этот хвостик справа все же не должен быть хвостом. Он должен быть хвостиком. То есть, поменьше. Поэтому, например, четвертое написание слева. Хвост здесь почти такого же размера, как... То есть, то, что находится справа от вертикальной линии, здесь почти такое же, как то, что находится слева. Это перебор. Если у каждого будет такой хвост из нас, то как мы будем в одном помещении уживаться? Свой хвост надо держать при себе. Итак, открываем мои прописи и смотрим на третье начертание. Точнее, первое полное. И мы видим, что хвост вместе с остальным знаком вписывается в клетку. А что мы смотрим сейчас? А мы смотрим губные. Первую страницу. Вторую страницу смотрим. Губные у нас на второй странице. И смотрим. Х. Вторую строчку. Х. И смотрим, значит, у кого есть. Здесь вариант. Последний более-менее, да? Не последний, а как раз третий, смотрите, слева. Первый, завершенный. Там завершенных два. Вот тот, кто слева, он получше. То есть хвостик может слегка выходить за рамки клеток. Но не вниз до конца тоже, да. Он остается на средней части. Понятно, Сергей? Да, понятно. Мы сейчас проходим с вами ошибки письма, еще не приступив к письму. Но я считаю, что это тоже не бесполезно. Смотрите, просто такой практический вопрос. Вот, к примеру, мы изучали, когда Айрведу. Там просто сразу смотрится диакритическое разделение и латиница смотрится. То есть для перевода, насколько нам это полезно будет. Насколько полезно, что именно? Ну вот, именно, досконально вот эти черточки выписывать. Ну, смотрите, хорошо, отвечаю. Вот приехали вы в Индию и захотели купить, значит, себе лекарство по рецепту. Вам придется его написать, потому что, скорее всего, вас... Я часто сталкивался с тем, что вот при заказе лекарств мне самому нужно писать этот заказ и писать его от руки. На Деванагари? На Деванагари. Потому что в Индии, кроме Деванагари, не понимают ничего. Пойди, они же там вроде все на латинском написано. Никто из врачей, отродясь, не видел латиницу. Если видел, то пугается страшной силой. Закрывает глаза и говорит, что он этого не видел. Неправильно читают и вообще не понимают. То есть, чтобы вам не дали лекарства от поноса, когда вам нужно лекарство для сердца, а нужно будет выучить все терточки. В аптеках, в лавках аэровидических, они уже просто знают название этого лекарства. Название от поноса, оно будет совсем по-другому звучать, как название от сердца. Это вы сейчас так думаете, а тогда у вас случится понос, и вы захотите получить лекарство. И забудете черточку. Это будет решающий момент в вашей жизни. Не, на слух они могут просто не воспринимать вообще. Смотрите, ну рецепты все равно врач выпишет, а он, я же думаю, правильно напишет. В жизни бывают разные ситуации. Бывает, что, когда случается понос, врача под рукой нет. Поэтому, да, вам нужно знать все особенности написания, чтобы при каких-либо затруднениях в письме, повторюсь, индийские книги, например, Вот Чара Касамхита. Один из трех базовых медицинских трактатов. Если вы откройте книгу, данное издание, которое я держу в реке, достаточно чистое, но хватает мест, где буква не пропечаталась. И если вы не знаете, где какой хвостик должен быть и какой длины, вы можете его перепутать. Понимаете? Это я не голословно говорю, я говорю из жизненного опыта моего. Иногда тратишь по полчаса, по часу, чтобы понять, что же там написано. Одно слово разбираешь, потому что там не пропечаталось, там слиплось. В одном слове. Там слиплось, там не пропечаталось. А слово длинное, слово неизвестное, непонятное, сидишь и ковыряешь. Если вы не будете знать такие вещи, которые я говорю, а я говорю простые вещи, еще без хитростей, то вы пропали. В Индии... Они еще на Томиле там набивают, они их путают все это. Тем более, понимаете, южные, южные, что Томильское письмо, что письмо Деванагри, они все восходят к одному прародителю, к письменности Брахни. Но на юге действительно эти знаки получаются уже похожи на какие-то другие, то есть как бы получается путаница. Поэтому если уже вы, ну как бы вам будет лень разобраться, чем отличается один от другого, это приведет к вас... Я не знаю, куда это вас приведет, но те аптеки, с которыми я связывался, отродясь, они не понимали латиницу. А тем более, разницу между на церебральным, на зубным и на заднеязычным. Если вы напишите в латинице, диакритические знаки, они отродясь их людей. Их этому не учили. И более того, то, что я уже говорил, повторюсь, на первом занятии, значит, индус, он он болезненно переживает латинские буквы. Его тело содрогается, когда он их видит. Он может их прочесть. Ради того, чтобы пойти вам на встречу, он даже попытается их прочесть. Но если вы дадите ему целую книгу, написанную этими буквами, он ее читать не будет. Это другое воспитание, другое образование. Для них Деванагари это некоторый эгрегор, то есть, некоторое, скажем так, индийское. Да, все то же самое можно передать латиницей, транслитерацией, даже кирийцей можно тоже. Но для них это вопрос, скажем так, их идентификации, их традиции. Вы же не будете давать нарезки из разных книг тех слов, которые вам нужны. А на слов бывают ошибки. Не согласны, Сергей? Да, 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 да. Я думаю, что эти моменты важны. Вопрос же в том, что Айрвета дело тонкое. Не так услышал? И что? А трав с похожими, из там списка 500 трав, которые, например, у меня есть, каждая трава имеет там 2, 3, 4, 5 синонимов. Да, их бывает больше. Первая строка бывает по 20 синонимов. А, значит, получается, какие-то синонимы какой-то травы могут совпадать с каким-то базовым названием травы. Отличаться будет буквально, скажем, S, например, будет там такая или такая. И все. Вы не обратили внимания, тот парень из Тревандрума, который вам составляет заказ, отродясь этого, не знает. Получили вы коробку лекарства по носу. Поэтому важно знать особенности написания именно от руки. Потому что если вы понимаете до последней черточки, что написано от руки, вы всегда сможете и в книге разобраться, даже там, где непонятно. Собственно, и сами свой рецепт написать. Потому что, ну, например, в Керале, в клинике, где я был, врач умел писать только письмом Малайалам. То есть, южным письмом. Он не умел писать в Деванагаре. Вот он закончил, он бакалавр медицины. Закончил в Тревандруме медицинский колледж, достаточно известный. Но, писать письмом Деванагаре, он вообще даже, например, не умеет. Поэтому, если бы я не умел, я бы не смог этот рецепт переписать. Понятно? Понятно. То есть, я надеюсь, что здесь нету внутреннего сопротивления насчет тонкостей письма у вас, я надеюсь, не осталось. Будем радеть. Хорошо. Итак, поехали дальше. Итак, значит, пха-хвостик, его распускать не надо. Его надо держать при палке основной. Опускаемся ниже. Кто у нас следующий, какой следующий губной звук? Ба. Ба. Да. Не бха, а ба. А ба. Потому что есть предметательный, а есть беспредметательный. С этим четко. Во всех начертаниях эллипсис непропорционально большой. Частенько, на самом деле, он настолько маленький, что даже эту диагональную линию толком некуда вписать. Вот настолько он сплюснутый и по высоте, и по ширине. Он должен быть маленький, да? Да, он должен быть маленьким. Он должен быть маленьким и в ка, первые согласные, которые мы прошли, ка, и маленький в ка, то есть во втором. То есть, видите, эллипсис, он на самом деле один и тот же. Только в ба Серафима написал его большущим, а в ка, например, в четвертом начертании написала в два раза меньше. Хотя, это один и тот же элемент. Понятно? Угу. То есть, одни и те же элементы должны поприсаться пропорционально, независимо от того, в каком знаке они встречаются. После ба что идет? Ба. 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 Угу. Итак, ба-га, что касается палубной линии, что скажет Оля? Она должна здесь быть сплошная или нет? Ба-га не должна. Ба-га не должна. То есть, ба-га у нас фрабел. То есть, ба-га от ма отличается, собственно, тем, что одна закрытая сверху, другая не закрытая. И у ба-га есть слева сверху опять же, некоторая небольшая петелька. Что касается пропорции, например, второе начертание Серафима, оно занимает почти 4,5 от всей клетки. Понимаете, о каком именно случае я говорю? Ха вторая слева? Да. Видите, знак почти на всю клетку. Но если обвести вокруг клетку мысленно, понятно или нет? Угу. Должно быть или нет? Так не должно быть. Знак получается черточки верхние, им просто некуда потом будет вписать. если их так растягивать. Да, то есть если каждого так растягивать, то нельзя так растягивать. То есть здесь нарушена опять же пропорция. А пропорция соблюдена из этих вариантов ближе всего в вот в Ма, в самом Бха, она не соблюдена вроде ни в одном месте, но может быть в первом начертании. Из Бха первым соблюдена пропорция самого так сказать, квадрата, который вписывается внутри самой крупной полости в этом знаке. Вот в первом, пожалуй, соблюдено. И то растянуто. То есть надо писать так, что получается по высоте вертикальная линия должна быть по середине знака. Не весь этот маленький квадрат занимает примерно четверть клетки, в которой вписывается знак. Ну, не четверть, но третью точку. вертикальная линия первая штука с ними одна должна быть вторая квадрата должна быть перейти. Смотрите, значит, Бха состоит из линии, которая начинается слева сверху, потом опускается вниз, заходит в петлю и уходит направо. Открываем мои прописи, чтобы увидеть стадии, из которых состоит Бха. Вторая страница предпоследней знаки и Гха. Прошу подтвердить, я не знаю, кто из вас что-то видит. Да, да, да. Да, Ирина. Стараясь снизу влево стопцы. Да, получается черточка, которая лежит, она лежит посередине, если брать по высоте. Понятно? У Серафимы она почти касается нижней, нижнего края крепкой. Опускать не надо. Пишем посередине. Что в Бха, что в Ма. Одинаково. понятно? Понятно? Да. Хорошо. Мы полностью прошли все замечания насчет прописей Серафима. Значит, внизу смотрим на квадрат на квадрат. какие у кого есть замечания насчет квадрата Серафима? На самом деле в квадрате она наиболее аккуратно написала все, но пропорции тем не менее... какие пропорции Екатерина тебя вызывают в сомнении пока не нет? Вот из квадрата. Пропорции или наклон каких-то элементов? например в... так... в ха опять хвостик наверное длинноват. Только прошу четче произнести что за звук ха или га? ха зубная или нормальная? ха зубная хвостик слишком длинный в да? ха губная зубная губная последний ряд второй последний ряд губные ха хвостик какой из хвостиков? а да хвостик вообще нереальный просто это не хвостик это хвост а в ха слишком большой эллипсис наверное слишком большой эллипсис да да а в задние в задние задние зубные значит в задних зубных видите троечка слишком лежит она не должна лежать она стоит вообще-то а в верхненебных ча здесь серп занимает почти всю клетку а на самом деле он занимает одну шестую одну пятую клетки понятно да то есть получается у нее вертикальная линия с краю клетки а так не должно быть вертикальная линия здесь в ча такая же как в ча в первом в первом знаке этой же этой же строчки понятно да больше ничего смущает я бы в задне язычных нга немножко точку опустила вниз да чуть-чуть можно опустить вниз потому что она получается задрана а в церебральный тха не заворачивала бы так внутрь сильно а больше к валу стремилась да ну а ширина на ник на значит никого не напрягает на поуже то есть вот эту вот черточку на которой кружок поуже да ее поуже вот то есть я считаю что мало знать как правильно надо знать как нельзя как не следовало бы для того чтобы самому в это не уходить потому что так как вам предстоит писать не один раз по строчке каждого этого знака то в каких-то начертаниях вы все равно будете повторять эти же ошибки это не серафимовы это не серафимовы ошибки это ваши же ошибки только наглядно выписанные для вас хотел обсудить именно серафимову разновидность написания потому что она наиболее наглядно показывает какие-то индийские особенности написания которые не всегда считаются что ли правильными итак теперь собственно мы вот чтобы не путать всех совсем я считаю что это занятие полезно было сначала пройти обсуждение того что уже сделано давайте какие еще вопросы остались ой например из того что вы проходили вопросов больше нету нет 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 все понятно Серафим вы успели по одной строчке каждого написать да я же вам скидывала даже хороший скан не уверен что я его хороший увидел вы кидали уже хороший нет сможет смогу сегодня смогу после занятия хорошо у вас есть уже по строчке каждого да у меня больше но отсканированный нет хорошо сможете отсканировать да сегодня да потому что как вы видите если делать фотографию на смартфоне качество настолько отвратительное чаще всего там тени полутени сложно разобрать что написано на самом деле ну тогда сканер если сканировать то не сегодня сделайте сегодня хотя бы ну а сделайте что можете просто качество ваших снимков сложно разобрать что именно написано как бы подчеркнуть то место сложно потому что оно смазано немножко пикселей смазано я в прошлый раз еще писала ручка не гелевая сейчас гелевая и должно быть поярче а может быть линия будет потолще да хорошо а я еще подумала что ну вот письмо писалось это все тушью раньше да и вот если может быть попробовать даже ради эксперимента писать пером и тушью то как бы можно будет понять общую логику построения вот этих форм можно писать и тушью там есть некоторые отклонения в правилах я могу их дать есть такое дело исторически действительно и первые шрифты деванагри сделанные англичанин это было подражание написанию туши то есть кончиком гусиного пера то есть действительно так писать можно получается интересно вполне как бы это такое упражнение в каллиграфии я его вполне приветствую сколько мы будем заниматься алфавитом до посинения просто еще просьба можно от вашей сканы которые их контрастность поднять можно в программе чтобы видно было то бывает не видно я вас понял Сергей но смотрите с вами с Ариадной и с Антоном если Антон не сбежит мы сделаем вот на ближайшие дни первое занятие и у вас будут собственные записи я буду править уже не по своим записям 13 летней давности а по вашим вчерашним поэтому я вас услышал но это на самом деле не столь важно это лишь как справочный материал но это не библия для подражания у меня тоже там много ошибок поэтому это не столь существенно а важнее чтобы у вас появились свои варианты для этого мы сделаем оттене первое занятие потому что первое занятие это основной блок согласных если вы поймете как устроен этот блок все остальное это ерунда ясно и мы можем сможем потом именно уже читать для того чтобы читать да мы сможем читать Деванагра и мы сможем его писать у нас задача не просто не просто читать а писать это это навыки взаимодополняющие друг друга и так для того чтобы усвоить лучше систематизацию звуков Деванагри я значит Оле Серафиме и Екатерине дам квадрат который нужно будет от руки заполнить и отсканировать ну по возможности отсканировать то есть помимо того что вы пишете знаки значит раз вы уже в одну строчку знаки написали и если у вас нету внутренней потребности написать еще раз все то же самое то есть каждый знак еще раз может быть может быть опираясь на то что я сегодня говорил на те ошибки которые вы будете замечать у себя же не ошибки особенности может быть не обязательно ошибки то помимо этого я дам квадрат который нужно будет заполнить для того чтобы запол знать где внутри этого квадрата находится каждый согласный то есть я вас спрошу например третий справа вторая строчка вы играете точнее не играете а пишите сразу квадрат у вас должен быть в голове и вы пишите его столько раз пока не запомните кто за кем находится кто под кем находится ну давайте так какие вопросы например Арианна хотя бы что-то понятное я понимаю что без начала середина это весело но хоть что-то понятно Антон ну все здорово единственное что хотелось бы еще глядеть в какой-то идеальный вариант типа учебника он же есть в электронном виде да я собственно вам его кинул просто вы не очень успели его открыть вы его откроете и да конечно у вас будет на столе у вас будет книга одна книга вторая ваша тетрадь в прописи на мониторе будет значит сканы моих моих занятий плюс мне предстоит обучить свой планшет чтобы во время написания на него на моем планшете отображалась в онлайн режиме то есть чтобы я не поднимал записи вам вот смотри сюда ничего не видно а чтобы я пишу на планшете а у вас одновременно в одном окошке было видно все что я пишу здорово вот то есть система будет а что за электронная книга кочергина собственно я вам кидал ссылку кину еще раз смотрите итак по этой ссылке есть исходное руководство к тому что нам требуется и внизу есть подзаголовок я его вчера добавил учебная литература добавлю ссылку на озон учебник кочергина на озоне конечно кочергина дорогая если бы вы все решились да если бы у нас было бы немножко время в запасе недели две я бы мог из Москвы заказать его подешевле чтобы вам переправить но боюсь это все сейчас затянется поэтому на озоне он сейчас стоит 883 рубля это значит дороговато плюс доставка это получится тысячи рублей но давайте посмотрим вот собственно книга ссылка на озоне озон конечно он недешевый посмотрим есть ли где например у букинистов новые издания сейчас проверим но у букинистов по-любому будет не по 10 экземпляров поэтому тут называется можно ну да ну на самом деле цена получается почти то же самое вот по этой ссылке если вы пройдете то есть когда вам нужна какая-нибудь книга в частности по санскриту здесь достаточно их много но мы видим что пятое издание то есть самое современное издание 15-го года стоит почти столько же 850 рублей тут то есть на озоне заказывают наверное да то есть тут можно купить старое издание например 98-го года за 500 рублей то есть собственно там будут старые шрифты но на самом деле не грех иметь даже и старое издание и новое издание потому что эта книга библия настольная книга поэтому вот тут смотрите сами так а у кинистов этого ссылку тоже кинули да? да кинул ссылку есть такие книги которые а какой нужно покупать старое 98-го без разницы не все одинаковые 94-го 98-го 2001-го 2005-го это одна и та же книга на ксероксе положено я вынужден отойти уже спасибо большое все что мы хотели наверное обсудить сейчас обсудили тогда сегодня решим тогда мы проведем с вами собственно вводное занятие и если все всех устроит то будем смотреть или я планирую все равно разделяться потому что у нас будет еще больше поэтому просто на этой неделе надо понять когда могут быть текст в общем сложное сложное организационное пока распределение но если все будет в порядке то через неделю мы уже полноценно возьмем следующее занятие итак я вам тем кто был на первом занятии выдам для заполнения квадрат чтобы они запомнили где находится каждый знак а для тех кто не был на первом занятии собственно мы его и пройдем это просто пример того как мы что мы выучили с первым или что наоборот мы не выучили не доучили собственно чтобы отпустить Сергея потому что наше время почти закончилось я предлагаю тогда попрощаться спасибо всего доброго всего спасибо давайте до свидания до свидания спасибо спасибо